итак меня зовут илья и сегодня поговорим с вами порассуждаем на такую интересную тему что делать после того как ты уже стал тем ледом какой следующий шаг куда двигаться по карьере тема интересная в то же время может быть не совсем однозначно коллеги напишите пожалуйста плюсик или у вас есть такая замечательная штука внизу там такая черно-белая мордочка с плюсом можете там поставить палец вверх да если меня видно слышно и все отлично или просто плюсик в чате вижу супер отлично спасибо итак о чем здесь речь очень часто тем леды которые ну может быть даже опытные тем леды которые хорошо закрепились на этой роли да особенно те кто только стали тем ледами и рвутся дальше куда-то покорять новые карьерные вершины задаются вопрос на куда куда мне двигаться какая позиция для меня будет следующим и ответ на этот вопрос ну не совсем однозначный конечно же да но есть несколько идей куда можно принципе карьерный трек повернуть если вам опять же там нравится менеджерская история и хочется развиваться как менеджер войти вот об этом сегодня как раз поговорим что же есть представлюсь коллеги меня зовут илья прахт я живу работы в городе санкт-петербург я тренер-консультант до этого работал исполнитель директором компании smart up и руководитель производства компании линии 12 лишним лет лет работаю войти из них там больше девяти в управлении тренер в отусе в стартаплане в этом его учил стартаплане учился в мбей а вот у себя преподаватель курсов тем лиц и не в продукт менеджер и буду руководить курсом delivery менеджер который мы запускаем и открытый урок от которого мы сегодня как раз таки и проведем правила сегодня такие же как везде достаточно простые попрошу вас активно участвовать чтобы не был монолог была дискуссия да это все-таки живой разговор живой вебинар любые в топике которые будут появляться попрошу вас выносить куда-то за пределы это площадка для обучения давайте для этого и использовать вопросы задавайте в чат на все постараюсь ответить если вдруг какие-то сразу не сможем разобрать тогда вернемся к ним по окончании мероприятия тайминг час тридцать на все про все и будут блоки с вопросами чтобы вы не забывали сразу написать задавать вопросы по ходу дела и мы на них сразу отвечать и так цели на сегодня по идее по завершении нашего мероприятия вы должны понять свой следующий шаг в карьере ну как-то его обрисовать для себя определить как выглядит та самая роль delivery менеджер на является ли она для вас следующим шагом или нет и построить некоторый план перехода такой достаточно верхней уровне но тем не менее на какое-то общее понимание как вам двигаться на следующую вашу позицию вот такие амбициозные цели на сегодня маршрут такой немножко с вами познакомимся далее я расскажу буквально несколько слов о ботусе потом обсудим с вами следующий карьерный шаг тем ли да поговорим кто такой delivery manager особенности его работы в чем сложность перехода именно на роль деревья менеджера далее познакомлю вас команды курса и программы курса delivery manager который мы запускаем в отус и дальше будет небольшой бонус карьерная информация если в этом вообще хоть какой-то смысл что про это говорит сегодня и в конце немножко порефлексируем подведем итоги и обменяемся мнениями по этому полу итак знакомства коллеги напишите пожалуйста буквально три слова три предложения три строчки как вас зовут откуда вы чем занимаетесь какой у вас опыт войти да и с какой целью записались на сегодняшнее занятие на то есть послушать тему узнать про программу про курс можно познакомиться друг с другом да какую цель вы сегодня преследовать напишите пожалуйста эти три штуки в чатик и так александр вижу project билайн хочу разобраться кто такой delivery отлично супер павел дири delivery лидсбер до senior product owner senior это senior product owner окей понял тут мы сейчас с вами начнем путаться я думаю в определениях что такое delivery менеджер не но кей михаил 20 лишним лет войти путь от инженера дпм а хочу понять куда пойти дальше супер николай 13 лет войти 7 лет управления командой инженеров хочу понять куда расти отлично отлично коллеги я надеюсь что после сегодняшнего мероприятия у вас эта картинка сложится лучше да наверняка я не дам вам четкий ответ четких рекомендаций но какую-то хорошую почву для размышлений над которой можно будет посидеть подумать я надеюсь все таки у нас получится с вами собрать татьяна пишет скрам в поиске работы хочу узнать могу ли быть delivery отлично вот на этот вопрос тоже сегодня постараемся ответить отлично спасибо коллеги пару слов об отус отус это онлайн платформа которая специализируется на обучении именно войти в основном мы делаем продвинутые программы для специалистов с опытом на то есть переход медла в сеньора и дальше клиенты это современные технологические компании материалы привлекают в принципе студентов любого уровня джуниор и синьор и мидл у нас есть образовательная лицензия что означает что по истечении курса вы получаете сертификат да который означает некоторую квалификацию профессиональную переподготовку которая является официальным котируемым документом направлений курсов в основном у нас сейчас 8 это программирование инфраструктура тестирование аналитика дата сайт геймдф информационная безопасность и управление как раз таки против лидов про продукт менеджер про деливии менеджер тот самый курс о котором сегодня с вами поговорим отус цифрах это 130 лишним курсов на текущий момент более 600 активных преподавателей 6 лет компании больше 20 тысяч выпускников и больше трехсот десяти тысяч специалистов находятся в сообществе и так или иначе следят завод коллеги напишите пожалуйста что из этого больше всего подходит вам поставить цифру 1 если вы уже учились компании отус 2 если не учились но слышали 3 если впервые вообще видите что такое а 3 2 3 супер 32 отлично ну то есть в основном либо совсем не слышали да либо слышали но не учились отлично хорошо спасибо итак поговорим с вами про следующий карьерный шаг каким он может быть как он собственно говоря может выглядеть коллеги а кто задумывался о следующих карьерных шагах скажите есть ли у вас какой-то план на текущий момент можете эти пальцы использовать которые есть внизу я сейчас сброшу обнулю можете поставить палец вверх если задумывались есть план допустим на палец вниз нет принципе нет такого хватит карьерных шагов говорит антон это тоже на самом деле решение я его отчасти понимаю особенно за последние годы личностный рост остановись и все такое всегда должен действительно хочется отдохнуть окей вижу два вверх то есть целом ну и из того опять же что вы говорили в начале я понимаю что этот вопрос для вас актуальны поэтому постараюсь сегодня раскрыть подробно куда развиваться тем лиду и в принципе пьему а потому что это также некоторый линейный менеджер который руководит вот непосредственно люди с некоторым прицелом на достижение цели проекта по сути они вместе мидом работают об одном и том же да но немножко с разных сторон вариант один на это горизонтальное развитие то есть вы как тем лид допустим можете взять на себя более сложный проект более большее количество людей в команде то есть у вас там команда 5 человек вы возьмете на себя проект в 20 человек да у вас проект я не знаю с бюджетом 1 миллион рублей вы возьмете на себя проект бюджет 20 миллионов рублей к примеру да однозначно это будет означать горизонтальный рост перед вами более сложный проект более сложная челленджовая задача большому счету делать нужно то же самое, да, с точки зрения там какой-то рутины ежедневной, но задача более челленджовая, более сложная. Это вариант один. Вариант два – это, конечно же, вертикаль, да, путь куда-нибудь наверх в топ-менеджмент, может быть, middle-менеджмент, да, то есть это вот история непосредственно вертикального роста. Вы становитесь руководителем нескольких команд, нескольких проектов, да, и таким образом вот поднимаетесь все выше и выше, пока не станете руководить там либо всем производством, либо целиком там всей технической функцией в компании, да. Вот такие два основных направлений, и тут я вам, конечно же, Америку не открыл, да, это очевидно, понятно. Вот что интересно, в обоих случаях под вами появляется некоторая иерархия, то есть если у вас команда увеличилась до 20 человек, управлять напрямую 20 сотрудниками очень-очень сложно, практически невозможно, вы будете просто сидеть целыми днями на созвонах именно с ними, да, и не делать никакой больше работы. Поэтому начинает появляться какая-то иерархия, выделяются там, не знаю, другие, тем лиды под команд, допустим, да, какие-то тех лиды, сеньоры, еще кто-то, да, каким-то образом команда начинает вот разбиваться на под команды, и появляется некоторая иерархия под вами, да. Ну и в случае вертикального развития, естественно, тут все просто и понятно. Вертикальный рост под вами и так становится несколько команд, да, и эта иерархия образуется. Поэтому получается, что в обоих случаях так или иначе вы столкнетесь с тем, что у вас иерархия, да, и ваша роль трансформируется, трансформируется она непосредственно в руководителя менеджеров, менеджера менеджера. Даже в случае, если вы тем лид, и даже если ваши там условные тем лиды под команды, они не официальные тем лиды, да, такие полуменеджеры, или еще как хотите на них смотрите, да, все равно они уже менеджеры, уже руководители, ими нужно управлять немножко иначе. То есть роль трансформируется в этом случае. В IT вот такая вот роль менеджера менеджеров, да, следующего звена как раз после вот линейного управления, это, по сути, delivery manager. Я здесь оговорюсь, что по delivery manager в каждой компании зачастую понимают что-то свое, да, и нет какого-то единого устоявшегося определения. Ну, справедливости ради, его нет и для тем лидов, да, а уж если говорить про сетево, ого, мама родная, там столько на самом деле вариантов, как трактовать эту позицию. Поэтому здесь давайте немножко зафиксируем то определение, которое мы вот принимаем за определение delivery manager, и дальше мы будем говорить именно про него, да. То есть это руководитель руководителей, менеджер менеджера, вот, в IT. Получается такая история. Это все на самом деле выглядит как безысходность, возможно, да, да, то есть куда ни расти, все равно ты delivery manager, да, отчасти я уже delivery manager, говорит, Влад, возможно, возможно, так оно и есть, да. То есть куда ни развивайся, все равно ты в это упираешься. Нет, конечно же не так, да, конечно же есть выбор, где-то будет этой функции больше, где-то меньше, да, где-то можно перепрыгнуть и так далее. Но в любом случае вы так или иначе ее затронете полностью или частично, поэтому разобраться будет однозначно полезно, что это такое. Расскажу свой путь, как я попал в delivery менеджмент, да, для того, чтобы вы понимали, что я не просто так здесь, а на самом деле это человек от Сахи, по большому счету. Сначала я был руководителем группы разработчиков в Саратском филиале, да, я оттуда и работал, естественно, в компании в Саратском филиале. Дальше я стал директором этого филиала. Что это означало? Помимо стандартных там хозяйственных задач директора, да, которые касались вопросов офиса и же с ними, да, также на меня свалились еще и задачи delivery менеджера филиала. Что это означало? То есть я стал руководить группой разработчиков, группой тестировщиков и группой менеджеров, которые были в нашем филиале. Вот такая вот интересная функция у нас была в компании. У каждой из них был свой, естественно, руководитель, да, то есть так же, как я был руководителем группы разработчиков, так же у каждой группы сейчас были свои руководители. И, по сути, стал отвечать за delivery, за результат проектов, всех тех продуктов, всех тех команд, которые работали непосредственно в нашем филиале. После стал директором уже двух филиалов, соответственно, эта история расширилась, а после стал руководителем всего производства и, по сути, руководителем, начальником этих самых delivery менеджеров, которые занимались, которые отвечали за delivery нескольких проектов. Вот такая вот история. Коллеги, есть ли какие-то вопросы на текущий момент, которые можно было бы обсудить и осветить? Если есть, поставьте, пожалуйста, палец вверх через эту замечательную штуку и напишите свой вопрос. Если нет, поставьте палец вниз и шпайдет. Delivery Manager равно PMO. Что вы вкладываете под PMO, Михаил? То есть руководитель PMO, директор Project Management Office в этом смысле? Если да, то... Посмотрите, Project Management Office – это же целый отдел получается, да? То есть Delivery Manager – это отчасти роль, допустим, руководителя этого проектного офиса, но об этом мы поговорим чуть дальше. У него есть еще функция работы с людьми. Зачастую в матричной структуре PM не отвечает за людей в его команде, да? Поэтому вот этой части функции Delivery Manager в него может не быть в этом случае. То есть он отвечает за Delivery, но не отвечает за ресурсы, за их какое-то состояние и так далее. А в некоторых компаниях да, и тогда да, в принципе, руководитель PMO будет выполнять роль Delivery Manager. Под ним может быть несколько Delivery Manager. Например, в нашей компании был Project Management Office, и в нем было 2, иногда 3 портфолио менеджеров, которые отвечали за несколько проектов. Вот если отбросить функцию управления людьми напрямую, то они как раз были, по сути, отчасти Delivery Manager. А руководитель PMO был на уровень выше. Так, не знаю, ответил на вопрос, надеюсь. Окей, коллеги, больше вопросов не вижу. Давайте двигаться дальше. Кто же такой Delivery Manager? Коллеги, а кто такой? Как бы вы его обозвали? Вот исходя из того, что мы с вами обсудили, да? Как емко одним-двумя предложениями можно было бы охарактеризовать этого человека? Напишите, как вы считаете. Лид Лидов? Да, да. Вполне себе. Руководитель, руководитель, менеджер, менеджер. Лид Лидов. Оно? Оно? Окей. Да, то есть это менеджер-менеджер в первую очередь. И это во многом характеризует самой эту роль, что она из себя представляет. То есть, еще раз, у него несколько проектов и несколько команд. Заметьте, что зачастую именно у Delivery Manager прямое подчинение сотрудников. То есть, тем лиды напрямую ему подчиняются, и сотрудники напрямую. В этом вот как раз отличие, если это, допустим, Project Management Office или же вот такая проектная структура с Delivery Manager. То есть, это важно, потому что это очень сильно расширяет, очень сильно влияет на зону ответственности в этом случае для Delivery Manager. То есть, он отвечает одновременно и за Delivery, и за результаты проектов, которые делают, и за людей, которые их делают. То есть, все задачи People Management, которые там есть, найм, мотивация и жизнь с ним, все вот это вот в том числе падает на плечи Delivery Manager. Понятно, что он что-то отдаст тем лидам, конечно же, но какие-то задачи все равно останутся на нем. И это важно в данном случае. То есть, это получается, еще раз, некоторое такое менеджерское звено где-то между тем лидом и зачастую сетевая компания. Там может быть еще, конечно, несколько ступеней, если компания достаточно большая. Но вот в грубом таком приближении получается, это вот middle manager между CTO и тем лидом. Вот такая история. Какие задачи и функции есть у Delivery Manager? Чем он характеризуется, чем он отличается? Во-первых, это технический менеджмент. То есть, по большому счету, все то, что делают Team Lead, это должен уметь делать Delivery Manager. И зачастую, когда Team Lead где-то не вывозят, соответственно, подключается Delivery Manager и начинает в эту функцию вмешиваться. Вижу вопрос от Александра. В чем тогда разница между проектом, линейным менеджером ресурсов и Delivery? Смотрите, проект это, скорее всего, наверное, будет матричная структура. И, соответственно, он отвечает за успех проекта, не отвечает за людей. Линейный менеджер зачастую наоборот. Либо это Team Lead, который отвечает за то и другое, либо это руководитель функциональный, который отвечает за людей. И очень там сбоку отвечает за Delivery. А Delivery Manager в данном случае отвечает и за тех, и за этих. При этом под ним еще и не одна команда, а несколько. Вот если простыми словами на пальцах, получается вот такая вот примерно картинка. Итак, возвращаемся. Технический менеджмент. Это первый большой блок. Все, что касается технических процессов, технической какой-то работы, управления проектом со стороны Team Lead. Второе, это проектный менеджмент. Это тоже никуда не ушло. То есть соблюдение сроков, соблюдение родмапов, корректность, допустим, артефактов, которые есть в проекте и все подобные задачи. Это также является прерогативой Delivery Manager. Иногда еще и приходится подправлять, подтюнивать те процессы, которые есть. Не только инженерные, но и проектные. Может быть, даже методологии каким-то образом перетряхивать. Если есть такие полномочия, Delivery Manager может это делать. Управление командой. То есть весь People Management, все, что касается... Ну и ресурс, конечно же, менеджмент сюда. Все, что касается вопросов людей, это также задачи и функции Delivery Manager. То есть, опять же, найм, какие-то сложные, допустим, увольнения, вопросы развития сотрудников, повышения сотрудников, там опять же вопросы их мотивации, в том числе зарплаты. Вопросы лояльности, того, как они себя чувствуют. Вот все эти, весь большой круг вопросов, который касается людей, он также является зоной ответственности Delivery Manager. Насколько сильно должен быть развит бэкграунд по разработке, спрашивает Роман. Вопрос интересный. Я бы сказал, что если вот говорить про технический менеджмент и проектный менеджмент, да, для Delivery Manager критично, чтобы он был экспертом в одной из этих областей. А во второй, ему хватало знаний, чтобы на одном языке общаться с темледами, с инженерами, с командой и так далее, да, чтобы они не, ну, не могли навешать ему разные лапши на уши и так далее, чтобы он, по сути, сам как бы все-таки решал какие-то вопросы. Вот, наверное, если вкратце, ответ примерно такой. Ну, понятно, что это будет очень индивидуально, там, от каждой компании, чуть ли не от каждого проекта. Вот, примерно так Роман получается. Едем дальше. Конечно же, здесь на сцену выходит управление процессом, да, то есть Delivery Manager, он уже не работает руками, он не пишет код, он не ревьюет код и так далее. Основной его инструмент – это как раз-таки процессы, которые он должен выстраивать, запускать, делать так, чтобы они были эффективны и приносили нужный результат, да. Как это все делать? Нужно разбираться, нужно учиться, и, соответственно, вот Delivery Manager должен с этой задачей справляться. Важная задача – взаимодействие с заказчиком. И здесь не только вопрос, там, коммуникации, управления ожидания и даже каких-то сложных переговоров, допустим, да, я не знаю, за скул поторговаться или еще что-то. Но также сюда входит вопрос развития долгосрочных взаимоотношений с заказчиком, да. То есть поиск каких-то новых возможностей, допустим, для расширения сотрудничества. То есть там можно сделать какую-то штуку, да, заказчик, давай-ка мы тебе продадим, да продадим вот этот вот проект. Вот примерно такие вопросы. То есть это также находится в виде Delivery Manager, потому что он максимально глубоко погружен среди всех остальных менеджеров в этой иерархии. Поэтому эта функция здесь его. Конечно же взаимодействие по иерархии с остальными в этой компании, да, то есть, во-первых, с топ-менеджментом, потому что, как я говорил, обычно над Delivery Manager уже либо CTO, либо какой-то другой топ-менеджер, да, то есть, на директор производства как раз. И взаимодействие с другими подразделениями компаний, с которыми есть какие-то смежные задачи, которые нужно делать, да. Это все также ложится на плечи Delivery Manager, потому что зачастую там те же Team Lead, ну, не всегда могут договориться по каким-то вопросам, да, сложно. Иногда приходится эскалировать и все это вот пропускать в честь Delivery Manager. Роман пишет, сейчас занимаю должность PEM-а, в коде понимаю Python 1S, но писать не умею. Хорошо развивают правильнические качества, больше как менеджер, аналитик на проекте. Так что для меня рост Delivery Manager интересен. Да, в принципе, звучит нормально, то есть, если вы эксперт в проектном менеджменте, если у вас есть некоторые знания, да, там, технические, технический бэкграунд, вот это вам будет достаточно, чтобы с командой взаимодействовать, однозначно это достаточный уровень, чтобы двигаться Delivery Manager. И стратегический менеджмент, коллеги, то есть, здесь появляются некоторые стратегические задачи. Это и вопрос управления, допустим, ресурсами, как-то бюджеты какие-то компаний, да, которые будут спускаться на подразделения Delivery Manager. Отчасти иногда Delivery Manager управляют и зарплатами, фото, да, в каком-то виде. Это вопрос цели полагания, то есть, достижение целей компании через вот постановку и декомпозицию целей на свое подразделение, да. Это также делает Delivery Manager. Ну и вопросы, там, допустим, того же кадрового резерва, да, то есть, как вот поставить процесс подготовки, постоянно подпитки, чтобы там тем лиды развивались, приходили, чтобы они опять же росли, да, вот как-то могли стать Delivery Manager и так далее. Все эти вопросы, по сути, они также здесь появляются у Delivery Manager. Так, вопрос от Александра. Все-таки может чуть подробнее. Есть менеджер ресурсов, проект берет у него ресурсы, над проектом и ресурсным менеджером стоит директор, он отвечает за эффективность программ в целом. Зачем всей этой иерархии? Нужен Delivery Manager. Что именно он решает? Не могу решить сами линейные проектные, утвердить у директора. Ну, в той схеме, которую вы описываете, скорее всего, вот этот самый директор, про которого вы говорите, это и будет Delivery Manager. То есть, если вы спроецируете таким образом, посмотрите на те функции, которые он выполняет, да, это его как раз роль Delivery Manager. Возможно, над ним никого нет. То есть, такое может быть, что, допустим, CTO в какой-то небольшой компании, он также выполняет роль, скорее, больше Delivery Manager. Да, то есть, он больше погружен в операционку, нежели ушел куда-то совсем далеко в стратегию. Да, поэтому, если, допустим, CTO, у которого, там, ну, до 50 примерно человек в подчинении, во многом это может быть роль Delivery Manager. Вот примерно такая история. Возможно, это как раз ваш случай. Отлично. Итак, зачем же, вот если так задуматься, становиться этим сам Delivery Manager, надо ли, да? Что там такого интересного? Почему там медом намазано или что? Во-первых, это очень интересная работа и достаточно разнообразная задача. То есть, сегодня вам надо, там, решить какую-то проектную проблему, да? Завтра, допустим, нужно отговорить человеку увольняться. Послезавтра провести найм и, соответственно, там, нанять какого-нибудь крутого темлида. После-послезавтра вам нужно обсудить с топ-менеджментом, да, достижение, там, результатов за квартал, там, какие-то KPI и так далее. Премии назначить, допустим, да. После-послезавтра вам нужно пообщаться с заказчиком и допродать ему какой-то интересный функционал, который вы хотите сделать, да, чем будете развивать ваше стратегическое партнерство. А чаще всего все эти пять задач, допустим, они собираются в один день, да, и получается постоянное переключение контекста, которое, конечно же, выматывает очень сильно силы и ресурсы, но, тем не менее, это достаточно интересно. Задачи действительно разнообразны. Круг задач гораздо шире, да, получается, чем там того же темлида и, допустим, программ. Это, конечно же, новый уровень ответственности, да, то есть теперь под вами не, там, пять человек, а 30-50 человек. Теперь под вами не одна команда проекта, а там, 3-4-5-10 команд проекта. Может быть, сколько угодно. То есть, таким образом, это новый уровень ответственности, новый челлендж, да, который, ну, многие ищут, на самом деле, и хотят его достигать. Вижу вопрос от Павла. Производственный процесс, его метрики, time-to-market, lead-time, управление релизами. Смотрите, здесь какая история. То есть, достижение этих показателей, скорее всего, будет ответственностью того, кто отвечает за проект, допустим, product manager, да, или там, team lead этого проекта. А вот поставить цели по этим метрикам, разработать процесс для того, чтобы, да, эти метрики были, собирались и что-то обозначали сами по себе, да, это будет задача delivery-менеджера в этом случае. Как так? Продажа этого члена delivery, спрашивает Александр. Он не просто исполнитель входящих проектов, но и должен сам ходить продавать. Зачем тогда sales? Смотрите, Александр, здесь какая история. Я поясню. Есть проект, он двигается, да. Sales, он где-то в начале, на старте. То есть, он начал взаимоотношения с клиентом, и после этого там проект уходит. Аккаунт-менеджер, еще кому-то и так далее, да. То есть, sales здесь уже свою работу завершают. К ним приходят для того, чтобы они там счета выставили, еще что-то и так далее, да. К переговорам их могут подключить. Здесь вопрос в чем? Sales никогда вам не найдет и не скажет изнутри проекта, какие есть возможности для расширения. Это может сделать только тот, кто глубоко погружен. Скорее всего, это будет team lead, да. И задача delivery-менеджера в этом какая? То есть, взаимодействие с team lead-ами, если он видит, что есть какая-то возможность для расширения сотрудничества, да. Допустим, есть там хороший такой устаревший кусок legacy-кода, который можно быстро, круто переписать на новую библиотеку, да. Как вам это sales найдет? Да никогда не найдет, он же не эксперт в этом. Поэтому здесь подключается delivery-менеджер. И он как раз за счет своих скиллов, там, переговоров, за счет скиллов, там, технических, может эту историю заказчику обрисовать, объяснить и так далее, да. Если переговоры чересчур сложные, он подключится, и sales уже свою работу доделает. То есть, здесь вопрос скорее поиска возможностей для расширения этого самого сотрудничества, нежели вопрос именно продать договориться. Вот здесь такая получается история. Работа solution-менеджера при привлечении архитектора. Возможно так, на самом деле. Здесь тогда вопрос терминологии, что мы понимаем под solution-менеджером в этом случае, да. Возможно, тот solution-менеджер, о котором вы говорите, он отчасти там занимается как раз задачей на delivery-менеджере. Может быть так. Здесь основная фишка в том, что delivery-менеджер – это человек, который находится максимально, ну, близко, скажем так, к пониманию менеджмента, управления, да, близко к вопросам денег. И в то же время максимально близко к внутренностям каждого проекта, да. Он не пишет код, он не смотрит его, но он находится максимально близко с тем-ледами, и он прекрасно понимает, что с каждым проектом происходит внутри. Поэтому это как раз тот человек, который является хорошим связующим звеном в этой цепочке. Для того, чтобы через тем-леда найти opportunity какое-то, да, возможность для расширения. И дальше, соответственно, там подключить селза, допустим, или аккаунт, и эту возможность с заказчиком обсудить, отговорить. Вот получается такая штука. Солюшн-переводчик бизнеса в технику. Он и деньги, и архитектура, и тогда delivery. Ну, не совсем, наверное. Наверное, все-таки не совсем. То есть если это человек, который отвечает за архитектуру, это немножко другое. И, как правило, он подключается все-таки, ну, где-то в начале проекта, когда делается эта самая архитектура. А по ходу проекта, даже если он есть, как некоторый инспектор, да, все равно он не столь глубоко погружен в проект, естественно, как тем-лед и инженер. Поэтому здесь вот роль delivery менеджера получается. Окей. Спасибо, Александр, за вопрос. Кроме того, если вам нравится вот эта вся история про менеджмент, если вы хотите развиваться в эту сторону, то delivery менеджер – это отличный трамплин для того, чтобы дальше прыгать как раз в все левел менеджменты и так далее. То есть следующий ступень, по сути, это CTO, да, это уже топ-менеджер. Да, он еще про технику немножко, но по большей части уже про управление, про деньги, про стратегию, про метрики KPI и так далее, да. И delivery менеджер – это вот как раз история потренироваться, попробовать себя в этом, да, хорошенько научиться и дальше двигаться в менеджменты. Отличный трамплин, отличная возможность. Конечно же, выше зарплата, да. То есть delivery менеджер обычно получает больше, чем тем лид. Ну, это логично, так и должно, да. Поэтому с точки зрения финансовой мотивации эта позиция более интересная получается для того, чтобы у нее расти. Ну, и интересная штука – это job security, да. То есть с одной стороны, действительно сложно найти хорошего delivery менеджера на рынке. Ну, там много получается специфик, да, то есть найти его сложно. И экспертный область достаточно широкая у него все-таки, да. С другой стороны, если вдруг что-то пойдет не так, delivery менеджер еще не столь далек от, не знаю, PM-ства или темлидства, он всегда может сделать некоторый дауншифтинг на время, навсегда, это уже его дело, да, и спокойненько найти другую работу. Поэтому здесь два момента, которые обеспечивают, ну, такое колоссальное, тотальное job security в этом случае, да. Но, возвращаясь к первому вопросу, delivery менеджеров на рынке не так много, их достаточно сложно найти, на самом деле. Это правда. Коллеги, есть ли какие-то еще вопросы? Я старался по ходу отвечать, но если что-то еще хотите спросить, поставьте палец вверх, пожалуйста, и задайте вопросы. Вижу минусы. Влад пишет, что он понял, что delivery менеджер, но без лидов. Это, кстати, интересно, а как без лидов? То есть под вами просто огромное количество людей, а вы делаете вот те самые задачи, которые мы обсудили. Получается так. Вот сейчас спрос на рынке. А об этом мы как раз в конце поговорим. Я покажу вам конкретные цифры, конкретные выжимки. Мы перед открытым уроком готовили, собирали информацию от Hunter. Поэтому я обязательно все вам покажу. 14 человек, задача дело как раз те, что обсудили. На самом деле, если у вас 14 человек, ими очень сложно управлять. И, скорее всего, как раз-таки под вами начинает появляться иерархия. Может быть, вы ее еще до конца не сформировали, но наверняка потребность уже появляется. И как раз-таки в тот момент, когда вы ее сформируете, вы шагнете в сторону менеджера менеджера. У вас немножко изменится подход к работе. Задача, опять же, немножко изменится. И тогда вы станете полноценно delivery менеджера. Как раз к этому идем. Логично, логично. У меня была команда в 20 человек, я помню. Но это был прям какой-то пиковый такой вброс. То есть стандартно она была около 10-12. И перед сдачей релиза мы ее расширили очень сильно до 20. И это было ужасно. У нас невозможно работать. 25 относительно легко справлялся. Интересно, интересно. Я таким результатом похвастаться не могу, к сожалению. Я с 20 уже утонул. Окей, коллеги, давайте двигаться дальше. В чем особенность работы delivery менеджера? Чем это все отличается? Вопрос к вам. Давайте немножко профантазируем по брейншторме. Вот Team Lead работал себе, работал, стал delivery менеджером. В том определении, которое мы с вами обсудили. С точки зрения задач, функций и того, что он себя представляет. Что поменяется в его работе? Как вы считаете? Основные изменения. В чем они будут заключаться? Напишите в чате. Что бы вы выделили в первую очередь? Именно в работе. То есть кодинга не будет больше, однозначно не будет сто пудово. Там не до кодинга совершенно. Нет прямого контроля над людьми? Да, да, именно так. То есть получается новый уровень иерархии. Вы уже не дотягиваетесь до людей. Не то, что до кода, а даже до людей напрямую не дотягиваетесь. Будет больше людей получать за просера команд? Конечно будет, естественно. Это будет его ответственность, самая первая. Для этого и нужен этот человек, чтобы он как раз остальных-то подгонял. Каким-то образом. Времени будет больше, совершенно верно. Времени будет очень-очень мало. И скорее всего весь день будет набит коммуникациями. Причем с разными людьми по разным поводам. Да, про время в точку. Согласен, Роман. Что еще, коллеги? Что еще поменяется на ваш взгляд? Какие еще идеи? Коммуникация со стейками будет больше. Да, да, это правда. Теперь стейкхолдеры, ну, как бы и заказчики, и внутренние стейкхолдеры, да, топ-менеджмент компании, будут с вопросом ходить к нему непосредственно. Никому больше. Нужно будет с ними постоянно взаимодействовать. Нет, правда. Окей. На самом деле, в принципе, все, что вы перечислили, и есть ответ на вопрос. Единственное, может быть, я сейчас попробую кое-что чуть больше, чуть глубже расшифровать. Влад пишет, будешь больше понимать, как привлекать финансы в проекты. Это интересно. Так, проблема разработчиков. Это непонимание бизнеса. Да, да, я про это и говорю. То есть, delivery manager, он ближе всех к бизнесу и находится еще на каком-то достойном отдалении от техники, скажем так, да, от внутренности проекта. Поэтому он на стыке есть. Итак, в чем же особенность? То, что вы упоминали, и то, что еще раз давайте с вами проговорим. То есть, зона ответственности гораздо шире. У вас больше ни один проект, ни одна команда, а несколько проектов. За ним, за всеми надо следить, и за каждой вы будете получать люли, если что-то идет не так, да, если команда где-то облажала. При этом уровень погружения меньше. Вы не можете ревьюить pull requests, да, вы не можете смотреть, что там делают люди. Вы ориентируетесь на какие-то показатели, которые вам дают, скорее всего, Team Lead и команды. То есть, вы можете, допустим, смотреть на доску, увидеть, в каком состоянии находится задача, да. Вы можете смотреть в roadmap, понимать, в каком положении сейчас релиз, да, будет ли он выпущен в срок и так далее. То есть, у вас появляются совсем другие инструменты, которые обеспечивают, естественно, более низкий уровень погружения, да. И поэтому, если проблема зарождается где-то там глубоко, вы о ней узнаете далеко не сразу, да. И нужно придумать какие-то механизмы для себя, а как, собственно говоря, идентифицировать зарождающиеся сложности кризиса заранее. Вопрос с Александра. Если так много коммуникаций о скиллов, нужно delivery, зачем мы технический бэкграунд носим лиды, а не переведут его по технике. Его задача просто управления. Значит ли это, что можно взять человека из любой другой индустрии, без опыта войти, поставить на delivery? Смотрите, Александр, на самом деле не так. Во-первых, да, правильно, Влад, то есть, чтобы тем лиды не вешали лапшу на уши, да. Во-вторых, без понимания, без какого-то технического бэкграунда вы не сможете, ну, во-первых, процессы построить нормальные, да. Потому что, ну, тем лид не сделает вам все процессы. Зачастую у тем лида нет такого опыта. Delivery Manager опыта больше, он может эти процессы выставить на всех, допустим, проектах, которые есть у портфеля. Кроме того, очень часто тем лид упирается в какую-то проблему, да, и идет эскалировать ее delivery manager. И без понимания там на каком-то более-менее вменяемом уровне технического бэкграунда вы не докопаете до причин проблемы, не сможете ее решать, да. То есть все, что вы сможете, это вернуть ее обратно тем лиду и сказать, иди делай, занимайся, я ничем тебе здесь не помогу, да. Нужна такая роль? Скорее всего, нет. Поэтому здесь получается, что delivery manager должен разбираться в технике для того, чтобы, поднявшись на уровень выше, да, сделать этот некоторый zoom out, посмотреть на всю ситуацию со всех сторон с точки зрения проектного управления, с точки зрения технического менеджера, с точки зрения финансов, допустим, и так далее, интересов бизнеса, да, найти какое-то оптимальное решение этой проблемы. То есть перед ним стоит задача как раз-таки все это свести воедино, да, и только общий бэкграунд может ему в этом помогать. Вот, наверное, какой-то такой ответ здесь будет. Так и гендиректор должен уметь кодить? Нет, гендиректор не должен уметь кодить. Дело в том, что у него как раз уже совсем другие задачи, да. Но, в общем, здесь как получается, смотрите, любой руководитель по-хорошему, да, должен четко понимать работу своих прямых подчиненных и неплохо понимать, разбираться в работе подчиненных на минус один уровень. Вот примерно такое правило обычно получается. Поэтому гендиректор, он сильно выше, да, он должен хорошо разбираться, достаточно хорошо понимать работу, там, допустим, директоров отдельных функций, которые есть в компании. Ну, без этого им будет тяжело просто, да. И понимать, опять же, что делают дальше. Вот. То есть в случае с CTO delivery manager, допустим, да, он должен понимать, что делает CTO и понимать, зачем нужен delivery manager. Вот примерно так. То есть мы говорим о том, что обычного 100 лет существующего IT director просто назвали новым красивым словом delivery, мы так говорим о нем. Смотрите, очень часто, на самом деле, роль delivery manager называется, не знаю, руководитель разработки, действительно там IT director, директор по чему-нибудь еще, да. То есть у этой роли может быть много названий. Мы же собрисовываем роль как раз-таки, да. Ее там, ну, наверное, да, хайповое какое-то название слова. Но, повторюсь, что называться она может как-то по-разному у разных компаний. Вот примерно так. Супер, спасибо, Александр. Вот Влад как раз руководитель отдела разработки. Супер. Смотрите, что дальше, да, в чем особенность? Во-первых, очень мало какой-то оперативки, да, то есть оперативка, она на уровне каких-то коммуникаций и решения, допустим, проблем, вопросов. Много появляется разного рода стратегий. То есть помимо того, чтобы решить какую-то проблему здесь, сейчас, да, потушить какой-то пожар, очень часто эта проблема является индикатором того, что есть какая-то системная сложность, да, нужно еще и выстроить там полностью процесс, который решит эту проблему. Это уже более стратегическая задача, да. То есть оперативки становятся меньше, при этом стратегия начинает появляться и пребывать. В этом, опять же, нюанс работы деливии менеджера. У деливии менеджера много сотрудников, да, то есть у него, ну, человек 50 где-то, допустим, под ним. Да, они через одну иерархию, через одну ступень, у него прямое подчинение, допустим, там, 5-7 тимлидов, да, и под ними там некоторое количество людей еще, да. А что это означает? Означает очень много и возможностей для делегирования, и необходимостей делегирования, потому что задач очень-очень много, они очень разнообразные, и, конечно же, их надо раздавать людям, да. Прямые задачи, как то, например, для решения какой-то проектной проблемы нужно сделать раз, два, три тимлид, пожалуйста, иди занимайся вот этим, да. Так, и какие-то более стратегические истории, допустим, те же самые внедрение новых практик, изменение каких-то процессов, да, это все также нужно делегировать для того, чтобы там части этой работы делали непосредственно сотрудники подчиненных. Вот такой нюанс здесь появляется. Здесь на этой роли на сцену выходит активный операционный менеджмент, да, то есть вы больше не можете смотреть код, вам нужно каким-то образом понимать, что происходит. Здесь вам помогает операционный менеджмент, то есть это, во-первых, процессы, да, которые вы выстраиваете, и там есть, допустим, какой-то шаг процесса, когда он переходит к вам, и вы можете, там, не знаю, поставить свое согласие или несогласие, или еще что-то, да, с этим всем делать. Добавляются метрики. Здесь хорошо нам помогают стандартные проектные методологии, да, у них есть стандартный набор метрик, который, в принципе, дает хорошую картинку, в каком состоянии находится проект, например. Плюс какие-то кастомные метрики, которые можно здесь делать, можно считать, да. Вот, эти метрики будут показывать вам и состояние проекта, в каком они находятся, и, допустим, там, состояние людей на входе до тема морали, да, то есть это все так же можно закрывать метриками, смотреть, что это будет. Ну, изменения, да, то есть для того, чтобы добиваться результатов, опять же, решать проблему долгосрочной перспективы, а не только здесь сейчас тушить пожары, нужно постоянно что-то улучшать, усовершенствовать, менять, да. Для этого нужно эти изменения правильно внедрять, да, это, опять же, там, история про операционный менеджмент. Как мы уже обсудили, это симбиоз технического и проектного менеджмента, то есть зачастую не получается решать проблемы в одном из этих вот полей, да. Это зачастую некоторые пересечения, приходится закопаться где-то там и в технологические, архитектурные вопросы. Ну, банальный пример, почему вы так отстаете, да, не успеваете сдать релиз, а что-нибудь там вылезло, потому что архитектура не позволяет, да. Правда-неправда, надо понять, разобраться, насколько это действительно проблема, да, и как ее можно обойти. Опять же, без понимания хотя бы такого базового технического бэкграунда, да, вы с этой проблемой, скорее всего, не справитесь, да. Поэтому здесь получается вот такой некоторый симбиоз, и поэтому нужно разбираться и в том, и в том, на достаточно неплохом уровне. Много коммуникаций, особенно со стейкхолдерами, про это вы писали, да. Здесь получается, ну, по сути, весь день забит митингами в основном, да, это основной инструмент работы delivery manager, да, некоторых коммуникаций. И помимо там коммуникаций раньше, допустим, с командой, которые были там каждый день, чуть ли не с каждым, да, а теперь появляются стейкхолдеры, которые тоже хотят знать, о что происходит, да, и какую-то лепту свою вносить в развитие. Креатив и решение нестандартных проблем, да. То есть стандартные проблемы, которые там на проекте, я не знаю, бюджет заканчивается, там, не знаю, за скоб надо поторговаться, еще что-то, да. Обычно это решают темледы, проектные менеджеры и так далее, ваши непосредственные подчиненные. Вам, как delivery manager, достается самая маковка, то, что они не смогли сделать, а еще чаще усугубили всю эту ситуацию, например, то, что вовремя не вмешались, еще как-то, да. Вот это они вам потом приносят на тарелочки, говорят, эскалируй, я не могу с этим справиться, пожалуйста, delivery manager, помоги мне, да. И вот вы засучаетесь и в эти проблемы влезаете, начинаете с ними разбираться. Здесь нужен бешеный креатив, на самом деле, чтобы такие проблемы решать. Здесь уже обычных книжных каких-то сценариев вы, скорее всего, в работе уже не увидите, да. Ну, если вы правильно, опять же, построили процессы, ваши темледы могут с этим справляться. Вот такая, в принципе, история, коллеги. Есть ли какие-то вопросы? Напишите, пожалуйста, в чатик или поставьте минус. Или эти пальцы вниз, которые есть. Угу. Угу. Ну, я так понимаю, у нас получается, что вопросы вы задаете обычно сразу, да, и мы на них почти сразу же отвечаем, что тоже хорошо и удобно. Окей, едем дальше. А в чем сложность перехода на роль delivery manager? Вот, исходя из всей той, опять же, истории, которую мы с вами обсудили. Предлагаю вам вспомнить. Вот вы работали и вас сделали темледами, да, может быть, project manager, допустим, да. Было ли вам сложно осуществлять этот переход на новую для себя роль? Если было, то почему? Попробуйте, вспомните, напишите в чатик, что было самого такого сложного в этом. Что изменилось для вас? Очень сложно, только с третьего раза закрепился. Это знакомая история, на самом деле, да. Тяжело, тяжело с первого раза понять. У меня есть один знакомый, который, ну, по сути, несколько раз менял работу, становился темледом, ему там не нравилось что-то, он уходил разработчиком обратно. Вот так, вот, несколько раз. Даже не один такой знакомый. Поэтому это такая частая история. Сложно было позиционировать себя по-новому относительно команды. Вау, вот это, кстати, интересный пример, да, действительно. Особенно, если вас повышают в уже существующей какой-то команде. Это да, это определенный челлендж. Отвечал за свою грядку, а теперь за грядки остальных. Да, да, тут теперь еще за целый огород надо отвечать, и зачастую непонятно вообще, где что растет. Да, да, да. Окей. Правильно распределить время, не хвататься самому делегировать. Да, заставить себя делегировать, это тоже важное умение. Именно заставить, не то, что научиться. Научиться несложно, понятно, что нужно делать. Вот заставить. Первый месяц переходил от рук проектов на PM-питона. Кот тяжело был понять. Ага, ага, понял. То есть приходилось как бы как раз вот этот самый технический бэкграунд прокачивать, чтобы во всей этой истории хорошо разбираться. Вот это то, что нужен delivery manager. Да, действительно. Не понимал, что важно, что не важно, когда идти на конфликт, когда уступать. А почему? Потому что таких задач, по сути, раньше не было. Да, или они были, но как бы условный уровень ответственности за результат был не такой совершенно. Пришел не из разработки. Самое трудное было техника. Ага, ага. Чем выше поднимаешь, тем меньше техника нужна. Все так, все так, действительно. Сложно было с подчиненными отношения выстроить. Авторитет не хватало. Да, это тоже проблема. Особенно, повторюсь, одна история, когда вы приходите в ледом в какую-то другую команду, которая вас знает, не знает, да. Там, ну, одни законы, скажем так, работают. Совсем другая история, если вы работали в этой команде долго, да, там, не знаю, в курилку вместе ходили, чай пили на тимбилдинге и так далее. И теперь раз, и вы босс. Вот. С этим не всегда понятно, как исполнилось. Был непривычно, раньше работал, а теперь только палкой погоняешь. Да, так тоже бывает. Так тоже бывает. И здесь особенно интересно, вот если вернуться к прошлому примеру, да, когда вот вы раньше вместе там не работали, чаи гоняли, у кулера тусили, да, а теперь к вам палку дали, и нужно их, соответственно, гонять. Окей. Ну, да, на самом деле проблемы такие очень, ну, не скажу типовые, но часто встречающиеся, да. И наверняка все так или иначе вот через большую часть из них проходили. А из опыта как заслужить уважение техноарей, не разбираясь в технике, если не управляющих зарплатными вольнениями и так далее? Хороший вопрос, Александр. Давайте я его сейчас зафиксирую, мы в конце вебинара к нему вернемся, да, потому что он достаточно такой объемный, и сейчас можем утонуть в его обсуждении. Постараюсь там, что смогу, да, рассказать вам по этому поводу. Окей. В чем же сложность перехода на роль delivery менеджера? Возвращаясь к началу, да, то есть это менеджер менеджера, роль совсем другая, роль поменялась, меняется фокус, во-первых. То есть Team Lead PM, он нацелен на то, чтобы сделать проект. Сделал проект хорошо, молодец, не сделал проект, не молодец, да, получается такая история. У delivery менеджера вообще не об этом, голова болит. Его задача построить систему, ту систему, в которой эти проекты будут делаться хорошо, эффективно, постоянно, настроить весь этот конвейер, да, чтобы его Team Lead могли спокойно заниматься тем, чтобы достигать результата в проекте. Понимаете, да? То есть здесь меняется совершенно фокус. Если раньше это был такой чистый дофамин, быстро сделал, получил результат, да, то здесь уже совсем другая история. Здесь надо долго, плодотворно работать над тем, чтобы результат получали другие. Если взять методологию Адизиса, наверняка вы с ней все знакомы, да, так или иначе встречались, редко встречаются люди, которые не читали Адизиса. Team Lead, как выглядит его картинка, да, это P большое, а маленькое, Е маленькое и большое. То есть он за результат, он производитель, и в то же время он про людей, он должен с этой командой срабатываться и, соответственно, быть интегратором хорошим. Все остальные роли, они так, ну, нужны, конечно, но достаточно по боку, да, получается так. Delivery Manager, это получается P маленькое, А большое, Е большое и маленькое, да, то есть он уже не про результат, он про построение систем, процессов и про долгосрочную некоторую историю, про стратегию, про долгосрочное планирование, да. То есть он администратор, и он, соответственно, предприниматель. Производитель, интегратор в нем немножко гасятся, да. И в чем здесь история-то? В том, что нужно, во-первых, прокачать A и E, да, то есть стать более крутым администратором и прокачаться в некоторой стратегии, в каком-то кругозоре, дальновидности вперед. Но это полбеды. Нужно еще и приглушить свое P и, соответственно, свое I, да. То есть переходя на роль Delivery Manager, нужно заставить себя меньше вот как раз бороться за результат, да, то есть хвататься самому с задачей, засучаться на каждую проблему и так далее, да. И в то же время надо, ну, не скажу там, проще относиться к тем людям, которые есть, да, но немного иначе на все это смотреть. То есть в том числе, да, вот строить для себя какую-то ресурсную картинку, что у вас есть определенные люди, что они умеют и так далее, да, как-то складывать. И меньше вот работать непосредственно с ними там, ну, близко в формате один на один и так далее, да. То есть получается такая вот штука. Вижу вопрос от Романа. К раз о построении системы люблю климат в команде, в командах настраивать. Это был не вопрос. Хороший у Романа. Это хороший навык на самом деле. На роль Delivery Manager мне переход дался просто с первого дня, почувствовал себя на своем месте. Возможно, это во многом как раз вот, ну, если копнуть водизиса, да, просто больше подходит вам с точки зрения психотипа и того, что вам нравится делать. Поэтому там для вас роль оказалась более комфортная. Ну, или вам просто повезло. Не знаю. Следующая история. Другие подчиненные. Они другие, да. Если раньше управляли инженерами, теперь у вас Team Lead. Другие менеджеры, возвращаясь в самый-самый верх, у менеджера менеджера, они не любят вот этот вот микроменеджмент, гиперконтроль, еще что-то, да. Они любят, когда им четкие задачи ставят. Это все не про них. Они хотят там какого-то полета, творчества. То есть история, что чем четче задача поставлена в джире, тем лучше будет результат, больше не работает. Наоборот, да, это будет бесить, раздражать. Нужно поле для креатива, для какой-то свободы, для, ну, какой-то самореализации. То есть они хотят сами придумывать решение, а не только имплементировать. Поэтому нужно более гибко подходить к постановке задач, да, ставить их более открыто, показывать конкретно, что вы хотите получить, допустим, какой результат, а условно там реализацию, имплементацию, пожалуйста, занимайся сам, да. Это тоже некоторая трансформация, этому тоже нужно научиться, особенно, опять же, повторюсь, если вы переходите с роли Team Lead, да, в роль Delivery Manager. Вы привыкли так работать, да, это ваш основной подход, а теперь нужно работать по-другому, приходится привыкать. Резюмируя, получается, что? Основные сложности. Первое – это некоторые изменения майндсета, да, то есть, ну, теперь вы должны иначе мыслить. Мыслить, мыслить там системой, мыслить тем, что у вас сотрудники сами самостоятельные менеджеры, которые могут работать и решать проблемы и так далее, да. И в то же время у вас появляются новые задачи и функции, которые также надо успешно делать, которым надо научиться, да. Как быть? Варианта два, наверное, в основном. Первое – это пробовать, тренироваться, набивать шишки. Второе – то же самое, только учиться, а потом пробовать и набивать шишки, да. По большому счету шишки вы будете набивать и там, и там, и это нормально. Но в случае, если сначала учиться, а потом набивать шишки, скорее всего, меньше этих шишек дойдет до продакшена, да. Что-то отсеется вот на этапе как раз обучения. И, коллеги, есть ли какие-то здесь вопросы на текущем этапе? Так, вижу минус. Александр, к нему вернемся. К нему вернемся обязательно. К вашему вопросу вернемся. Окей, коллеги. Смотрите, здесь я как раз хочу вас познакомить с тем самым курсом, да, и с той командой, которая будет этот курс читать. Во-первых, про процесс. В чем нюанс, особенность, не знаю, процесс обучения в отусе. Оно выстроено в формате вебинара, все проходит в онлайне, при этом есть записи, материалы, все это доступно. Если вы не попали на вебинар, всегда можете пересмотреть, досмотреть и так далее. Есть домашние задания, которые позволяют вам закреплять все это на практике, да. Также есть коммуникация, взаимодействие с преподавателями, как в формате самих вебинаров, так и можно там через личный кабинет, да. Время на обучение уходит немного, то есть это где-то, ну, в среднем от 4 до 8 часов в неделю, да. Ну и программа, она обновляется, мы стараемся учитывать каждый раз обратную связь, которая приходит от слушателей, да, и делать программу постоянно лучше и интереснее. Теперь давайте покажу вам, как выглядит сама программа. Так, переключился. Ссылка на лендинг будет, сможете потом сами посмотреть. Во-первых, у нас будет порядка четырех, наверное, преподавателей. На текущий момент двое уже подключились и двое в процессе находятся. Первый это я, я вроде представился, да, и здесь повторяться особо не буду. Второй преподаватель это Таня Бугреева, она CPO в Сберии и, соответственно, ведет курс Senior Product Manager также в офисе, да. У нее хороший разнообразный опыт и она также может много рассказать про Delivery Management. Про программу курса, да. У нас восемь основных модулей. Первый это роль Delivery Manager, где мы как раз-таки поговорим, наверное, похоже на то, что мы обсуждали сегодня, да. Кто такой Delivery Manager, в чем его особенности. Какие компетенции основные, то есть построить некоторую матрицу с компетенцией Delivery Manager. Дальше большой блок про проектный менеджмент, да. Здесь мы затрагиваем основные вопросы и проектного, и продуктового менеджмента, очень, ну, верхнеуровнево, понятно, да. Да, говорим про методологии проектного управления, какие где подходят, какие нет, какие лучше где использовать. Про управление поставками, непосредственно сам процесс Delivery, да. Какие есть стандартные проблемы, которые можно решать, достаточно просто зачастую делегировать. Ну и какие-то нестандартные проектные проблемы также постараемся разобрать для того, чтобы со всем этим разобраться. Вижу вопрос от Антона, пример домашнего задания, 8 часов в неделю звучит тяжело. Смотрите, 8 академических часов, то есть это получается 6 часов, наверное, если считать в астрономических часах. Вот, идея-то в чем, то есть 2 вебинара в неделю, это получается 2 по 1,5 часа. И, ну, на домашку, я не знаю, на самом деле редко уходит, конечно, столько времени, но это по максимуму взято. То есть домашка обычно там, ну, 30 минут занимает, да. Да, зачастую это, ну, допустим, мы проходим тему, не знаю, финансовый менеджмент какой-то, да, там, разбираем, как пинельку сделано, да, соответственно, домашнее задание будет пинельку составить по определенному за запросу. Вот примерно так выглядит домашнее задание, то есть потренироваться с тем, что проходит. Едем дальше. Технический менеджмент. Что здесь? Здесь мы говорим про основные инженерные процессы, говорим про оценку проекта и валидацию решения, потому что зачастую на деливере менеджера, в том числе, ложится ответственность за старт проекта, да, за то, что на старте этот проект был хоть как-то эффективным, скажем так. И типичная задача, опять же, технического управления, в чем они заключаются, как их решать. Вопрос от Влада. Больше теоретических знаний дается. Я бы не сказал. То есть, смотрите, вебинар построен по принципу, что теория плюс некоторая отработка заданий внутри, да, это где-то 50 на 50 плюс-минус, ну, там, 60 на 40, может быть, да, и плюс домашнее задание, которое закрепляет вот для вас отработку умений, превращает немножко, немножко совсем в навык, да. Обучение менеджмента без практики бесполезно, да, и более того, там, практически занятия, задания какие-то, которые вы будете делать, они тоже не дадут стопроцентный результат. То есть, это знание, умение. Чтобы это превратилось в навык, нужно это постоянно обкатывать на практике, да, пытаться внедрять и вот эту свою жизнь как-то затаскивать. Получается вот примерно так. Но если вот, отвечая на ваш вопрос, теория практика где-то там 50 на 50 будет примерно выходить. Где-то так. Дальше. Четвертый модуль. Это управление процессами. Здесь мы говорим про операционное управление, про внедрение изменений, про то, как создавать метрики KPI, как ими пользоваться, про построение собственных процессов и контроль здоровья проектов, да, то есть какие можно поставить лампочки, триггеры для того, чтобы понимать, что происходит с вашим проектом здесь и сейчас. Модуль 5 про управление командой. Естественно, мы здесь не будем с азов рассматривать все эти вопросы, да, потому что вопросы достаточно такие большие, широкие. Мы подразумеваем, что вы уже имеете некоторый опыт управления командой, да, и поэтому здесь мы погружаемся в некоторые тонкости, как это делать, допустим, на уровень выше, какие здесь есть инструменты, подводные камни и так далее, да. То есть здесь мы говорим про аудит команды, инструменты, какие здесь подходят, про построение организационной структуры, про мотивацию, про системное развитие сотрудников, найм-оценка, разрешение конфликтов, сложное увольнение и контроль состояния сотрудников, да. Контроль состояния не в смысле отдельно каждого сотрудника через один на один, да, а именно на системном каком-то уровне. Модуль 6 про коммуникации. Здесь некоторая такая базовая история про умение договариваться, говорим про конфронтацию, про переговорные какие-то техники, да, далее про переговоры, взаимодействие с заказчиком, какие здесь есть нюансы, особенности взаимодействия с руководством. Модуль 7 стратегия, то есть здесь затрагиваем уже целеполагание, финансирование, бюджетирование и вопросы построения системы кадрового резерва, чтобы вы не остались без тем лидов, без ваших помощников, походу. И в конце проектная работа, то есть там три занятия, где мы сначала выбираем тему, обсуждаем некоторые орг-вопросы, да, дальше посредине есть небольшая консультация и потом защита этих самых итоговых работ. Да, итоговые работы, они опять же там приближены к тому, что вам придется делать так или иначе на работе, если вы становитесь delivery manager. Примерно, наверное, здесь все. Давайте я буду возвращаться. Коллеги, есть ли какие-то вопросы еще по программе, по преподавателям? Поставьте палец или плюс-минус. Когда старт и по каким дням занятия? Старт 26 июня. Я про это чуть дальше еще раз скажу, да. По каким дням понедельник и, если не ошибаюсь, четверг? Окей, коллеги, спасибо. Давайте двигаться дальше тогда. Карьерная информация, как и обещал, да, насколько эта вся история востребована на рынке на самом деле. Когда мы готовились, мы увидели, что в апреле было примерно 100, ну не примерно, а точно 184 вакансии delivery manager на хэ-хэ. Количество, в принципе, не сказать, что невероятно большое, то есть тех же PM-ов, допустим, тех же product manager больше, да. Но, тем не менее, не сказать, что маленькое, в принципе, да. Медианная зарплата, мне кажется, здесь какая-то ошибка, должно быть 207 тысяч рублей, как минимум. Если говорить про курс, да, кого он может подготовить для того, чтобы стать delivery manager. То есть это либо опытный team lead, либо начинающий delivery manager, руководитель разработки, да, либо начинающий CTO. Ну и также руководитель отдела в IT, очевидно, это тоже будет полезная история. Вакансии, которые мы встречали, которые, ну, выглядят, наверное, похожими и интересными, да. Допустим, delivery manager в ленту, да. То есть чем предстоит заниматься? Управление командой, бэклог, построение процессов, да, ревью архитектуры, управление релизами, качеством, изменениями, организацией всяких приемо-издачных испытаний, выполнение процессных церемоний, да. И что хотят? Опыт управления и опыт управления изменениями. Это PM? Нет, не согласен с вами, это не совсем PM. Ну, смотрите, здесь описание достаточно такое, конечно, не глубоко погруженное, скажем так. Нет, там это delivery manager. Будет ли рассылка после вебинара? Да, будет рассылка, все это будет и видео, и презентация, все будет там. Другой вариант, delivery manager в компании Space, да, что здесь там? Хотят опыт в разработке, управление командой, вот ста человек, здесь уже получается большая, достаточно история. Разрабатывание для программных решений, понимание процессов разработки, метрики, да, выходят здесь на арену. Опыт формирования целей, мониторинга их достижений, то есть про стратегию как раз. Участвовал в использовании инструмента согласования технической стратегии, оптимизировал, автоматизировал процессы, трансформировал процессы, например, проекты или его частей. Ну, это точно не похоже на PM, я надеюсь, да. И на землида тоже. Это даже ближе, наверное, к CTO, то есть это получается такое достаточно прокаченный, хороший delivery manager. Сто человек это, ну, много, подчинение все-таки большая команда. Вариант другой, delivery manager сравни, опыт организации процессов, да, управления изменениями, практический опыт управления потоком создания ценности, опыт работы с методами подходами организации процессов, то есть, ну, в основном все про процессы здесь, да, умение собирать статистику, умение оперировать данными, опыт работы с кросс-функциональными командами, доводить задачи до конца и там высокий уровень самостоятельности потянут. Вот такое, похоже на самом деле на то, что мы говорили, описание позиций delivery manager. И еще delivery manager, не знаю, с какой компанией, опыт организации процессов, управления изменениями, да, практически опыт, опять же, построения, создания цепочки ценностей, метод работы с подходами организации процессов, ну, очень похоже на описание того, которое было перед этим. И в Kiwi, допустим, delivery manager, да, что они хотят? Они хотят высшее образование, логичный опыт, финтех продукт, опыт взаимодействия, постановки задач, гипотех подходов, понимание интеграционного взаимодействия, рабочий английский. Ну, тут точно такие стандартные верхние уровни. Коллеги, есть ли какие-то здесь вопросы? Собирать статистику, менеджер-менеджер, о как. Александр, здесь в чем идея? То есть вам статистику надо собирать не там по рынку, не еще где-то, да, а статистику внутри своей команды. То есть что она делает, сколько там часов, на какие задачи уходит, допустим, да, и на основании этих данных принимать какие-то управленческие решения. Вот в этом здесь идея. Про эту статистику, я думаю, здесь идет речь в основном. Отчетность, а не статистика. Спорный вопрос, на самом деле. Отчетность – это некоторый результат. Статистика – это голые данные. С ними тоже надо уметь оперируть, чтобы самая отчетность построить. Здесь можно спорить о терминах, скажем так. Как понять, что финтех – это твое? Больше логистика с GM, B2B, B2C? А я не знаю, как понять, Роман, честно. Я сторонник того, что не попробуешь, не узнаешь, поэтому пробуйте и принимать решения твое, не твое, других у меня подходов. Не знаю. GameDev смотрели, там Delivery Manager, это Technical Director, называется Head of Department. Я не знаю, наверное, не было вакансий таких, поэтому не представили их. Но то, что он так называется, вполне логично, да. Я про это тоже упоминал. Возможно, пропустил методологию управления процессом разработки. Будем подробно рассматривать в рамках курса. Да, там есть отдельный вебинар. То есть мы, опять же, там не сильно глубоко полезем во всякие скрамы, канбаны и так далее. Мы рассмотрим, в чем их особенности и нюансы основные, и как из всего этого состряпать ровно то, что нужно, подходит под ваши потребности проекта. Вот примерно так. Окей, спасибо, Антон, за пример вакансии. Техникул-директор, да. Согласен с вами. Окей, коллеги, спасибо за ваши вопросы, за дополнения. Давайте двигаться дальше. А дальше, в принципе, давайте завершаться. Ключевые тезисы, что мы сегодня с вами обсудили. TeamLit и PM могут развиваться горизонтально или вертикально. И в том и в другом случае, это роль менеджера-менеджеров, потому что под вами появляется иерархия. В IT эта роль называется delivery manager. Это тот термин, вокруг которого мы строили все сегодняшнее повествование. Delivery manager – это менеджер-менеджер. У него несколько проектов и несколько команд. Он отвечает и за delivery, и за людей. Это некоторый middle manager между TeamLit и CTO. Вижу, Антон удивляет. Среднее 200к. Хотя бы 700к. Но 700к на самом деле сейчас уже не будет. Я думаю, что среднее где-то 300-400к. Скоро, там опечатка просто. Когда готовили презентацию. Основные задачи delivery manager – технический менеджмент, проектный менеджмент, управление командой, управление процессами, взаимодействие с заказчиком, взаимодействие с топ-менеджментом и другими подразделениями, и стратегический менеджмент. Зачем становиться delivery manager? Есть ли в этом какой-то смысл? Во-первых, это интересная работа и разнообразные задачи каждый день. Это новый уровень ответственности и новые челленджи. Трамплин для развития в C-level менеджменте, если вам интересно расти именно в менеджменте. Зарплата выше все-таки, чем у темледов. Job security. Сложно найти хорошего delivery manager на рынке, поэтому, в принципе, они пользуются спросом. Особенности работы delivery manager – зона ответственности шире, при этом уровень погружения меньше. Гораздо меньше оперативки и гораздо больше стратегии. Много сотрудников, много делегирования. Активный операционный менеджмент. Симбиоз технического и проектного управления в одном. Много коммуникаций со стейкхолдерами и с заказчиком, и с топами, и, возможно, с какими-то еще представителями бизнеса. Креатив и решение нестандартных проблем, потому что стандартные до вас, скорее всего, будут недалеко. Сложность перехода на роль delivery manager в том, что это, во-первых, изменение майнсета, а во-вторых, добавляются новые задачи, функции, которые нужно, соответственно, делать. Как быть? Пробовать набивать шишки, либо учиться пробовать набивать шишки. Шишки будут и там, и там, но во-втором случае их будет меньше с точки зрения того, что они попадут в продакшен. Курс delivery manager Votus, который я вам показал, он как раз-таки создан для того, чтобы вам в этом помочь. Коллеги, немножко рефлексии. Попрошу вас ответить на два вопроса, которые можно слить в один. Наверное, какой основной инсайт за сегодня вы получили, как то, что узнали, сможете применить на практике. Напишите, пожалуйста, буквально одним предложением в чате. Вижу, там хайринг пошел уже во все. Если никаких инсайтов нет, можете также минус поставить, тоже обратно. Впечатление отличное. Супер, спасибо, Михаил. Очень понравилось, много что уложилось в голове. Отлично, Антон. Я рад, что это так работает. То, что нужно. Супер. Потом к Антону. Да, как вариант. Заинтересовал должность и обязанности. Плюс-минус сейчас делают такое же, говорит Роман. Супер, отлично. Не уловил разницу между этой директором и новым красивым словом. Спасибо, что это прояснили. Супер, Александр. Хорошо. Если что-то еще здесь осталось, то можем сейчас в сессии вопросов тоже разобрать. Артем говорит, спасибо. Спасибо вам, коллеги, за активность. Роман, спасибо. Аналогично, взаимно. Окей. Коллеги, по целям. То есть цели были такие. Понять свой следующий шаг в карьере, определить для себя, как выглядит роль delivery manager и построить некоторый план перехода. Я понимаю, что там не на уровне конкретных задач, да, но, наверное, на уровне вектора какого-то, куда двигаться. Получилось ли что-то из этого? Можете поставить там 1 плюс, 2 минус, 3 минус, 3 плюс и так далее. Плюс от Александра, от Антона. Смотря где, Павел. 3 плюса. Ага, плюс. 2 плюс. Плюс. Отлично. Отлично. Спасибо, коллеги, за обратную связь. Ну и в конце, смотрите, есть такое выражение, что менеджмент находится на стыке науки и искусства. С этим сложно поспорить. Наверное, так оно и есть. Так вот, то, что касается науки, это можно научиться в какой-то степени. А вот то, что касается искусства, да, это креативы. Здесь нужен, конечно же, опыт. Поэтому учиться хорошо, да, но опыт набивать все равно придется. О курсе еще раз, коллеги. Здесь QR-код на лендинг курса. Можете перейти туда и посмотреть, либо найти его на сайте Otus. Otus Delivery Manager, скорее всего, на обыдут. Старт обучения будет 26 июня, понедельник. Следующий открытый урок мы проведем 7 июня и поговорим подробнее о том, а как, собственно говоря, управлять теми видами. Вот они, вольные птицы, да. Они не хотят четких задач в джире. Как ими управлять, какие здесь подходы и как, собственно говоря, с этим всем разбираться. Александр, я помню про вопрос. Обязательно его сейчас обсудим. Коллеги, заполните, пожалуйста, опросник по результатам. Я вот сейчас ссылочку сейчас скину в чатик. Нам очень важна обратная связь, потому что получилось, а что нет. Поставьте, пожалуйста, палец или плюсик, если ссылка открывается. Все, доступ есть, все нормально. Плюс, супер, отлично. Спасибо, коллеги. Ну, собственно, приглашаю к общению, коллеги. Здесь мои контакты, QR-код на мой телеграм-канал, если хотите подписаться, почитать. Можете найти меня в любой соцсети. Если мы сейчас какие-то вопросы где-то не обсудим, да, то, соответственно, задавайте смело. Я буду готов пообщаться и все, что смогу вам расскажу. Теперь переходим к сессии вопросов. У нас осталось буквально 12 минут. Вопрос Александра. Я про него прекрасно помню. Давайте о нем как раз и поговорим. То есть, как заслужить уважение среди технарей, если ты сам не технарь, если у тебя нет хорошего технического бэкграунда. Правильно помнили вопрос Александра? Да, так он выглядит. То есть, как здесь быть в этом случае? Да, отлично. По опыту получается примерно такая штука. То есть, смотрите, лидерство среди технарей, да, среди там инженеров, программистов, разработчиков и так далее. Но может быть нескольких видов. Первое, это как раз экспертная история. То есть, вы говорите, я эксперт в той области, в которой и ты эксперт, но я там экспертнее. Да, и тогда тебя будут уважать. Это вот как раз не ваш случай, да, и он самый популярный, на самом деле, везде работает. Какие еще есть варианты, какая альтернатива? Вариант второй. Вы показываете, что вы хороший руководитель. Что это означает? Во-первых, вы не приносите проблемы, а приносите решения какие-то. То есть, человек к вам может обратиться с какой-то проблемой, либо там на ретро вы находите какую-то общую проблему команды. И вы не отдаете это все на откуп самой команде, да, не оставляете их один на один решать эту проблему, а в этом действительно участвуете и помогаете им. Это помогает вам завоевать авторитет, как руководителя в этом случае. Это вот первая такая альтернативная ветка. Также, в принципе, неплохо работают подходы, ну, скажем так, некоторой человечности, что ли, да. То есть, если вы будете решать не только рабочие проблемы в целом команды, да, но и отдельные там какие-то кейсы конкретного сотрудника, да. Если у него там конфликт, например, с каким-то другим сотрудником, и вы в это вмешиваетесь и проблему решаете, да, сотруднику становится работа комфортно. Вот, к примеру, как-то вот так, да. Уделяйте ему внимание, там, проводите с ним один на один встречи, да, и на этих один на один встречах вы не только спрашиваете, как у тебя дела по той задаче, которую я тебе поставил, вообще-то сроки горят, давай уже, пожалуйста, делай, да, но в том числе спрашиваете, а как у тебя дела, как семья, как дети, как родители, как там собака и так далее, да, и при этом на следующую встречу приходите и задаете вопросы, которые относятся к его ответам на предыдущую встречу, да, ой, собака болеет, да, на следующую встречу спрашиваете, как там твоя собака вылечилась, все хорошо и так далее, да. Это будет показывать то, что вам не все равно, да, что вы цените человека и видите в нем, ну, не только ресурс, в том числе человека, это будет позитивно влиять на взаимоотношения, да, а хорошее взаимоотношение с людьми плюс вот такой вот авторитет руководителя, который не там руководитель Чайка прилетел на Орал и оставил вас один на один с проблемой, а действительно помог и решил что-то, да, будет хорошо взращивать ваш авторитет внутри коллектива даже технарей. Вот я бы, наверное, такой здесь совет, ответ вам дал на это все. Имеет ли смысл сбить их именно вокруг себя? Не лояльность к компании, а лояльность к себе самому. Есть ли опыт и рекомендации в таком сбивании команды? Сбить вокруг себя. Да, смотрите, здесь очень много рисков на самом деле. То есть надо понимать, что если вы выстраиваете команду вокруг себя, да, то любая ошибка, любое неверное действие именно вас, а вы человек, вы можете ошибиться, это нормально, да, ставит под угрозу большую часть лояльности сотрудника в принципе. И там небольшой даже, казалось бы, конфликт с человеком может привести к тому, что у вас вся команда, ну, я не скажу там, допустим, уволится, да, но ее хорошо начнет штормить, и она потеряет эффективность. Вот могут быть такие последствия. Вопрос, надо ли оно вам, то есть для чего, зачем это все. Здесь скорее вот, наверное, лучше работает модель, там, я партнер, да, вот что-то такое, то есть не пытайтесь встать в центре и вокруг себя выстраивать команду, да, пытайтесь быть именно некоторым интерфейсом взаимодействия команды с компанией, да, вот примерно так, если на пальцах получается. Есть ли опыт в таком сбивании команды? Я так не делал, я видел, как это делали коллеги, да, ничем хорошим это особо не кончилось. Как они это делали? За счет как раз, ну, условно, выстраивания себя как центральной фигуры, основного авторитета, да, условно, мои там слова, да, мои задачи важнее всего остального в этой компании, ну, примерно в таком виде. И постепенно там через, опять же, свою очень сильную лидерскую роль, да, они таким образом замыкали на себе все. Вот, получается так. Рекомендации упор на менеджменте, а не лидерстве. Я бы сказал, что менеджмент, да, и лидерство потом к вам придет. То есть, если вас будут уважать как менеджера, то есть, это не просто чувак, плагин к джире, который приходит, меня спрашивает, ну, что, как дела? Я ему отвечаю, он уходит, да. А действительно человек, который там на вопрос, ну, после того, как узнает, как дела, с чем-то еще помогает, да, вас будут уважать как менеджера. И через это уважение менеджера вы также прекрасно построите свой авторитет лидера в этом случае, да. То есть, вы станете для них лидером, потому что вы решаете их проблемы. Вот здесь так получается. То есть... Лидер, а не менеджер. Тогда мы здесь сейчас путаемся с вами уже в терминологии на самом деле, да. То есть, для меня менеджер – это руководитель, да. Это человек, который управляет, действительно управляет. То есть, не просто вот он как плагин к джире, да, я смотрю, вам зашло это все. Он действительно управляет. Управляет означает не просто там ставить задачи, принимать результат, а он помогает с точки зрения ресурсов и решения всех проблем, которые мешают людям делать их работу, делать их задачи, да. Вот в этом случае он руководит. В этом случае он менеджер, получается, да. Лидер – это некоторая неформальная роль, по большому счету, да. То есть, некоторые фигура, некоторый человек, да, который задает там основной вектор, основной темп, скажем так. За лидером, грубо говоря, там могут идти остальные, да. Что он там скажет, так себя остальные будут вести. Вот. Это немножко разные, как бы, штуки, но при этом менеджер может стать лидером команды, почему нет. Ровно как и, вот опять же, там Team Lead является лидером команды зачастую, но у него технологический экспертиз, чаще всего. То есть, это другой тип лидерства. Вот, не знаю, получился у меня ответственный вопрос, Александр? Напишите, да, да, нет, нет. Отлично, спасибо. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Поставьте палец вверх, если есть, задавайте палец вниз, если нет. И тогда будем с вами завершаться. Спасибо, Николай, за фидбэк. Очень приятно. Что с ценой? Цену уточняем? Давайте это, ну, буквально в понедельник будет финальная цена. На лендинге можно будет ее посмотреть. По ссылке можете перейти. Мы хотим добавить туда дополнительные консультации на выходе. Ну, такие, не знаю, карьерные, некарьерные преподаватели. Естественно, вот с этим вопросом немножко до конца утрясем. Ну, вот такая возможность будет, да. То есть, в конце, после сдачи диплома, прям онлайн-созвон, где можно напрямую пообщаться и разобрать там свои текущие проблемы, получить какие-то советы на путствие, да, с точки зрения там перехода на роль деливеримена, да. Вот, такая штука будет в этом курсе. Окей, коллеги, вроде больше вопросов нету. Спасибо вам большое, что выделили время в этот пятничный вечер. Я понимаю, что тяжело в пятницу, тем более в такое время, досиживать до конца. Спасибо вам за активность, за работу, ну и успехов в вашей карьере. Решите вы учиться в отусе, не решите. Это вопрос, на самом деле, не первоочередной. Важно, желаю вам развития, да, это однозначно. Если вы пришли сюда, значит, вы его хотите. Поэтому, коллеги, успехов. И до новых встреч. Всего доброго. Хорошего остатка вечера. И хороших локодных. Субтитры сделал DimaTorzok